Девушки отдыхают Когда вы первый раз взяли в руки фотоаппарат и какой снимок вы сделали? В 98-м появились вот эти мыльницы первые, но они еще были пленочные. Но это было круто, японские мыльницы, коника или там кодек. Это было здорово. Наверное, вот такая камера. Сколько сделанных вами фотографий остаются в живых? Сколько вы удаляете примерно? Я ничего не удаляю. Вообще нельзя удалять фотографии. Вы знаете об этом? Знаете почему? Потому что когда вы фотографируете, неважно чего, вы не можете сразу оценить, насколько они удачны и не можете оценить их ценность. Только спустя какое-то время, месяц-два, когда вы уже остыли, забыли о них, вот тогда открывайте и смотрите. Ничего нельзя удалять сразу. Выставка разделена на три блока. В первом аналоговые фотографии, во втором цифровые, а в третьем сделаны на телефон. Всего здесь 60 фотографий из Парижа, Москвы, Амстердама, Одессы. Кому этого мало, могут полистать книгу «Возможность». Здесь их гораздо больше. Творческий человек, он должен развиваться в каких-то жанрах искусства или сконцентрироваться на каком-то своем? Творческий человек вообще ничего не должен. Если он хочет, он концентрируется на чем-то. Если он не хочет, не концентрируется. Хочет, делает, не хочет, не делает. Творчество – это же не обязанность, это не работа, это состояние, это порыв. Это когда к тебе приходит гений. Не ты гений, а он приходит. Понимаете, в чем разница? И поэтому творческий человек вообще ничего не должен, никому ничего не обязан. Сейчас жанр стрит-фото очень популярен. А как сделать хороший уличный снимок? Хороший уличный снимок? Ну, для начала нужно найти локацию, среду, которая вам нравится. Будь это архитектура, будь это какое-то здание, мост, пространство, небо, земля, вода, что угодно, что вам нравится. И дождаться героя в кадр, и все. Это и есть самое главное правило репортажного фотография. Некоторые из этих фотографий Рома Зверевы выкладывал в соцсеть, а некоторые публика видит впервые. А за новыми его фотографиями можно следить в инстаграме. Увидели мир глазами артиста Олеся Андронова и Арина Жукова.